Сегодня мы поведем разговор о ловле ультралайтом вообще и о ловле микроджигом в частности. А экспертом программы будет мастер спорта международного класса, шестикратный чемпион мира Алексей Ишанин. Ассистировать ему будет его жена Юлия. Название микроджиг подразумевает использование мелких мягких приманок, оснащенных крючком и грузилом. Размер приманок может быть от очень мелких до 4-5 сантиметров. Грузила колеблется от 1-2 граммов до 6-7 граммов. Также различные виды крючков. Это могут быть либо открытые одинарные крючки, закрытые одинарные крючки, еще их по-другому называют оффсетниками, либо вот такой вот двойной крючок. Ультралайтовую снасть еще можно по праву назвать достаточно деликатной. Обратите внимание, что при даже малейшей нагрузке спиннинг очень сильно изгибается. А мне здесь еще приходится через парапет поднимать рыбу. Ну, пускай не очень крупную, но рыбы весом 200-300 граммов, да еще и в сопротивлении, тащить через такой парапет, ну, спиннингу это доставляет достаточно большую нагрузку. Нельзя заводить спиннинг за критический угол, вот таким образом, за спину, потому что вся нагрузка тогда переходит на вершинку спиннинга, и сломать его очень реально. Одно из преимуществ микроджига, то, что на него ловятся как мелкие, так и матерые хищники. Поступил немножко опрометчиво, поставил приманку без стального поводка, но вот, как видите, попалась небольшая щучка. Наружить судака в незнакомом водоеме можно достаточно просто. Если в него втекает какая-нибудь вода, как, например, здесь из одной фракции вода перетекает в другую, то его можно искать здесь, потому что судак это рыба, которая любит свежую проточную воду. Здесь есть какое-то подобие течения, сейчас после жаркого лета воды очень мало, но этого хватает, чтобы судак сюда прижимался. Так вот, интересно то, что все поклевки происходят как раз в радиусе 15-20 метров от слива воды. Дальше попадается, в лучшем случае, щука или окунь. Ну вот, если я хочу поймать судака, я бросаю вот в это место, и здесь клюет исключительно рыба этого вида. Что касается этого места, то здесь я использую головку весом всего лишь в 3 грамма, потому что глубина 60-70-80 сантиметров местами, и течение, ну, очень-очень слабое. И поэтому даже эта головка падает на дно очень-очень быстро. Само название микроджик уже подразумевает под собой использование очень легкой снасти. В моих руках достаточно длинный спиннинг, который можно отнести к классу Ультралайт. У него тест от 1 до 7 граммов, средне-быстрый строй, ну, и очень-очень он легкий. С его помощью я чувствую все, что происходит с приманкой, даже несмотря на то, что сейчас достаточно сильный боковой ветер. И ни одно касание, ни одна поклевка мимо моей руки не проходит. Я абсолютно все контролирую. Соответственно, к этому спиннингу я использую подходящую к нему катушку. Это катушка размером 2500, если следовать дайверской классификации. И на ней намотана плетеная леска. Плетеная, потому что все-таки джик, и все нужно контролировать. Плетеная леска не растягивается, и поэтому я имею полный контакт с приманкой. Диаметр этой лески, ну, можно сказать, скорее не диаметр, а тест, потому что диаметр у плетеных лесок вещь достаточно относительная. Так вот, сегодня я намотал сюда плетенку тестом всего лишь 8 либров. Но не случайно 8, потому что у этого спиннинга, как и у всех остальных, существует максимальная мощность используемого шнура. То есть здесь прям указано, что больше 8 либров шнур ставить не стоит, иначе существует риск поломать спиннинг на подсечке или пытаясь освободить приманку от зацепа. Что касается приманок, то здесь все очень просто. Кто во что гораст. Можно использовать всевозможные твистеры, но у меня их здесь достаточно большой ассортимент. Какой именно подобрать здесь уже, в принципе, не так важно. Скорее играет роль размер самой приманки, нежели ее тип и тем более цвет. Поэтому подбирайте силикон такой, который вас устроит и по цене, и по качеству. Но некоторые мои московские знакомые даже умудряются делать микроприманки из обыкновенного поролона. Пусть это и поролоновые рыбки, но они очень маленького размера и в своей уловистости, ну, ничуть не уступают всем известному силикону. Микроджиг. Вид спиннинговых приманок, предназначенных прежде всего для ловли неактивного хищника в неглубоких водоемах со слабым или полностью отсутствующим течением. Микроджигам неплохо ловятся и вполне мирные рыбы. Карась, плотва, лещ и другие. Одна из основных причин – это его доступность. Доступность микроджига. Приманки для микроджига стоят гораздо меньше, чем вращающаяся блесна или воблер. Перед рыболовым часто стоит вопрос, рискнуть приманка или нет. Оставить на коряге десяток приманок от микроджига, хоть и жалко, но не такая большая потеря, как оставить такое же количество, допустим, воблеров. Следующая причина – это все-таки универсальность. Еще одна причина – это результативность. За одну проводку может быть несколько поклевок, и, как правило, обязательно на крючке оказывается добыча. Видимо, здесь какая-то блуждающая стая, потому что есть такой период какой-то мертвый, буквально 30-40 минут ни одной поклевки. А потом мы на пару с Юлей начинаем доставать судачков вот таких небольших одного за другим, буквально с каждого заброса. А затем следует за этим опять какая-то вот такая мертвая пауза. Но, скорее всего, это вызвано как раз тем, что стая гуляет по акватории туда-сюда, и как раз когда проходит через то место, где мы ловим, мы начинаем ощущать их поклевки. Сработка микроджига – это классическая ступенька, и, в принципе, действуют те же самые правила. Упала приманка на дно, я тут же ее поднимаю. Упала на дно – поднимаю, упала на дно – поднимаю. И выдерживаю между подмотками паузу. Вот как раз в момент этой паузы приманка падает, и в свободном падении хищник успевает ее настичь. И в паузе между подмотками, как правило, и происходит поклевка, за редкими-редкими исключениями. В зависимости от глубины местности, ну и от силы течения, я делаю разное количество оборотов. Но таким образом, чтобы пауза между подъемом приманки от дна и ее дальнейшим касанием составляла не более 1,5 секунд. Это будет наиболее оптимально, и приманка будет очень хорошо имитировать подраненную, легко доступную жертву для хищника. Основным аргументом, который предъявляют противники Ультралайта, является то, что с их точки зрения крупную рыбу этой снастью поймать нельзя. Но, во-первых, Ультралайт создан для ловли как раз не крупной рыбы. А, во-вторых, ловится на него крупная рыба. И доказательством тому является фотография, которую вы видите сейчас. Это пару недель назад. Юля поймала сумму на 11 килограмм в канале Читук. Так что, если вам надоели спиннинги среднего и тяжелого класса, то попробуйте Ультралайт. Удачи вам!